Всем привет, это Исулович Илья, а вот, значит, пытаюсь, так сказать, регулярно, порегулярнее поддерживать свой канал, вот, и поэтому, значит, записываю очередное видео, что послужило поводом, в этот раз, высказаться. Значит, случайно подбросил опять мне в который раз, значит, в контактах один знакомый человек, значит, делающий, занимающийся спортом в прыжке на скакалках, вот, значит, и я, кстати, у него покупал пару скакалок, вот, замечательных, из Челябинского, разместил, значит, очередное видео от Лозы, Юрия Лозы, значит, со словами, типа, там, ну, дядя Юра, типа, опять, профайсар, типа, защищает докторскую, в район, значит, прибылает Лоза, защищает докторскую, и там, значит, Лоза говорит следующие вещи, мол, типа, значит, Ярославль и Астрахань находятся на разных высотах, и если, значит, смотреть, как течет Волга, то Волга в какой-то момент течет, получается, вверх, ну, то есть, на возвышенность, выше изначального своего истока, то есть, вот, она потекает, там, под Ярославлем, в тех районах, течет, значит, вниз, но ей приходится преодолевать, и по пути ей приходится подниматься, подниматься, вот, мол, типа, и как, вот, ну, мы знаем, да, что он, такой, на данный момент, все больше и больше, раньше он говорил, что, типа, я не знаю, но сейчас он все больше и больше утверждает, что земля плоская, и, значит, люди стали писать комментарии, такого плана, типа, там, а, Лоза, типа, там, знаешь, совсем сошел с ума, типа, там, плод, там, всякое вот такое, я хотел бы для молодежи, на всякий случай, потому что никто не говорит этого, а, так сказать, КВН и Комедий Клаб и остальная вся вот эта пост-КВНовская тема, все больше и больше распространяют мысль, что Лоза это все, вот мой маленький плод, на самом деле, и кто такой Лоза, как бы, непонятно для молодежи, на самом деле, Юрий Лоза в 80-х годах суперкультовая фигура, культовая, для молодежи он стоял на, вровень с Высоцким для наших старшего поколения, серьезно говорю, обладать записями Лозы новыми было так же почетно и так же обязательно для порядочного меломана, как обладать свежим альбомом КВН или Лед Зепплин, то есть, музыканты его слушали очень внимательно, его песни пели на гитарах, мы все распевали, альбом, эта девочка сегодня в баре, песня там про пиво, попивают пиво свежего разлива, это легендарные хиты, которые, ну, господи, Лоза, это был, это супер-мега музыкант, мы, как бы, сильно-то не разбирались, там, рок-не-рок, но под него любили танцевать, как ни странно, под некоторые его песни, но в основном очень пользовался большим уважением и к нему относились, плот появился в 90-х годах и, как бы, его никто никогда не пел, не слушал, в основном, видимо, тиражировал это телевидение, типа, плот-плот, вот, а на самом деле Лоза, это девочка сегодня в баре, это песня про пиво, еще раз повторю, это песня про инопланетянина, который прилетел и встретил местных парней, это про кузнеца Илью, там, ну, и, короче, вечерин, это самое, веселье новогоднее, это Лоза, ну, и много-много еще супер-песен, которых, ну, народ обожал молодежью, и он был очень-очень у молодежи авторитетный человек, то есть, ну, для начала, просто, кто это и что это, дальше, мне не нравится его позиция относительно, там, это прививок, это все, что-то тоже везде все лезет, все везде высказывает, и, конечно, сам по себе человек видно, что такой с гонором, со своим характером, со своим этим самым, видимо, ну, мира, и со своим опломбом, все это неоспоримо, но я всегда говорил, что мне не важно, как я отношусь лично к человеку, мне важно, что он говорит именно, и вот, когда я не знаю того, что говорит Лоза, он учился на геодезическом, и он там рассказывает, что некоторые, значит, плоскости берут и считают, как прямые, и вот тут, понимаете, мне всегда этот момент, например, говорит Михалков толковые вещи, и вот люди, абсолютно не учитывая всех его гениальных, гениальных, шикарнейших фильмов, вспоминают только вот это «Предстояние», там и «Утомленный солнцем 2», «Цитадель», «Предстояние» и «Цитадель», ну, хоть Михалков и продолжает доказывать, что типа там правильные, хорошие фильмы, для меня это тошнота и рвота, но я отказываюсь оценивать Михалкова по вот этой вот хрени, я даже знаю, почему он так его снял, и так оно все получилось, то есть я думаю, что понимаю это, почему так у него вышло, и я не собираюсь, так сказать, вот насчет этого оправдывать, я помню и знаю его шикарные работы, шикарнейшие, и я отказываюсь только из-за того, что видели, сейчас мне почему-то там Михалков там, общество почему-то считает, что типа не модно одобрять Михалкова, типа нам нужно над ним посмеиваться, если вот КВН его высмеивал там за его интонацией, там за его вот это, шутки, за какие-то его там, значит, высказывания, то теперь, значит, нужно модно и правильно присовокупляясь ко всему, как говорил это Шихман, спрашивая Мартиросяна, а вы типа вот не поддерживаете комиков, потому что Мартиросян ей совершенно четко ответил, что почему я должен поддерживать комиков, есть закон, комики могут быть совершенно разные, почему я должен их поддерживать, у меня есть друзья, я поддерживаю друзей, а не комиков, на что все это сообщество, значит, все сильно удивилось, типа там, что он такое сказал, как это может быть, так и тут, мне не важно это самое, что там говорит сообщество, не важно, что я слушаю по персоналиям, что сделал тот или иной человек, так вот, возвращаясь к глазе, вот, как всегда у тебя в сторону, ну, вообще-то это самое, возвращаясь к глазе, я хочу сказать такую вещь, я ни разу не встречал, вот, я вообще повторяю, я не плоскоземь, вот сейчас тоже боюсь, чтобы тоже не причислили, не начали писать в комментариях, Илья, вы что думаете, что земля плоская, вот давайте заметим, посмотрим на комментарии, прикинем, наверняка появится какой-то такой один человек, который ни хрена не выслушает, и скажет, а, так вы что, верите в плоскую землю, я не верю в плоскую землю, и я не верю ни во что, я не знаю, я верю в Бога, я верю только в Бога, я не говорю, что земля на трех черепахах, там, что это самое, но я знаю такие вот странные вещи, например, почитайте, в Википедии написано, самая глубокая шахта, находившаяся на Кольском полуострове, ее остановили по определенным причинам, из-под земли слышался непонятные звуки, я не говорю, что там ад находится, и не про это, но ее остановили не потому, что бур не пошел, не потому, что что-то не начало сверлить, а потому, что абсолютно необъяснимые звуки раздавались из этой шахты, поэтому шахту остановили, бурление, и эту скважину оставили, но Сахалинская скважина длиннее ее на три километра, но там этих звуков не было, то есть, я опять-таки повторяю, к чему я говорю, как к той историчке с памятником Петра Первого, что, так возможно, что-то другое, чего мы не знаем, меня, например, всегда интересует, вот, когда поднимается волна цунами, да, не прилив, отлив, прилив, отлив, мы можем сказать, что, типа, вот здесь прилив, вот здесь отлив, хотя объяснить влияние Луны на воду, закономерность эту наука знает, а вот объяснить, что заставляет воду пребывать на Луну, и воду вообще реагировать, у нас, например, у нас под Ростовом огромный плывун, ну, огромное озеро, море находится под Ростовом, вот, почему у нас нельзя сделать метро, одно из объяснений, что его нужно делать более глубоко, как в Питере, и говорят, сейчас, типа, там, инженера учатся, принимают какой-то опыт, что-то, не знаю, там, еще раньше, в советское время не могли, что ли, это принять, и этот, наверное, уже наработан, скорее всего, это просто какие-то отмазки, непонятно для кого, но, суть в чем, видимо, что нельзя это озеро обойти еще глубже, как в Питере, вот, и под Ростовом находится огромная вода, вот, почему говорят, что вот эта вода при полнолунии сильно влияет на тех, у кого текут мозги, почему вот это, ну, отражено было именно вот у нас здесь, в Ростове, в Ростовской области, вот, в Ростове в основном, очень много всяких вот таких вот вещей, с протекающими мозгами, ну, вы помните, там, маньяки и все остальное, что говорят, что вот эта вода, она влияет на мозг людей тоже вот этих, у которых не все хорошо там, так вот, если наука не может объяснить физически, ну, не может объяснить физически, что на самом деле происходит, почему вода прибывает на полную луну, почему приходит в этот самый, да, она прибывает и убывает, то есть, здесь я еще могу понять, что где-то прибывает вода, наверное, наверное, хотя, вот, я не знаю, есть такие исследования, что, например, если в одном месте есть прилив огромный, то где-то в другом месте, например, должен быть отлив, например, взять в Балтику, да, то есть, ну, по идее, если вода прибывает на нашем побережье, то в Швеции должна отходить, а она, вроде как, прибывает сразу везде, то есть, ну, откуда она вся, вот, я, насколько понимаю, прилив, ну, вот, вот вода находится в океане, она расширяется на полную луну, то есть, значит, прилив, прилив и на нашем побережье, и на побережье Швеции, например, да, если себе Балтику взять, ну, так же, наверное, да, но тогда откуда она расширяется, она, ну, из стакана вода же не выходит, здесь вот такая, она же не увеличивается, и вот такой еще вопрос, а цунами? Цунами – это огромная масса воды, поднятая над водой, ну, то есть, сзади, по идее, должна быть какая-то яма водяная, идущая за цунами, верно же? Однако ж, ни хера подобного, идет огромная волна, ну, здесь взялась огромная масса воды, ну, где-то тогда эта вода должна уйти, где-нибудь там, на побережье Тихого океана, если на Японии шпарит цунами, ну, значит, где-то там, на побережье Тихого океана, Тихоокеанского побережья Америки, вода должна кончиться и, как бы, отойти в ту сторону, ну, так, мне кажется, однако же нет, этого не происходит, то есть, вода, она обладает какими-то свойствами, которые мы не знаем, так вот, я к тому, что, ну, пусть земля круглая, ну, действительно, если по карте, по ландшафту, Волга течет в гору, как говорится, в одном месте, то как это может быть? И я про то, что, слушайте, люди, давайте не уподобляться ерунде, не грыкать по любому поводу, как кончим тупорям, а давайте просто, так сказать, на фактах, по фактам разнесем лазу и докажем ему, что земля, блин, это самое, земля круглая, вот как было, когда полетела пересильд в космос, значит, этот Артем С, есть такой блогер, живет он не в России, говорят, я его на него не подписан, я просто слышал от него, от своих родных, от товарищей, от дочки, от сестры, слышал про этого Артема С, и он, значит, утверждал, что пересильд в космос не летала, я еще раз повторяю, так как я человек в жизни, в реальности, сталкивавшийся с секретными вещами, не в смысле, что там действительно дело производства, а вот сталкивался с моментом, когда видел, что вот перед моими глазами происходит тайна, то, чего большинство не знает, что это, а я вот знаю суть этого процесса, и он находится под рифом секретно, я его видел своими глазами, вот, и тогда я говорю, что я не знаю на самом деле, скорее всего, конечно же, летала, из чего я делаю свои выводы, что она там полетала, ну, элементарно, я говорю, слушайте, ребята, ну, тогда все, кто сидит на этой станции, там, в космосе, они-то, все, получается, где-то у нас здесь на Останкино прячутся, и американцы, и все, вот они переходят по этой станции, эти пошли в гости к американцам, американцы пошли в гости к нам, тогда по вашей логике, уважаемый Артем С, или Антон С, получается так, что все они находятся где-то там, на территории Останкино, в подземных, им устроено какое-то безвоздушное пространство, они летают по этому сараю, изображают космонавтов, все это у них-то, все летает перед ними, все это сплошное кино, но не так же, не так, вот, когда все эти доводы, типа, там, что она прилетела, встала и пошла, я говорю, так, подождите, ну, вообще-то сейчас я еще в 90-х полетел, американец, его точно так же подготовили, его готовили не годами, он заплатил бабосики, первые туристические космонавты, когда наши только начали эту фигню делать с туристическим космосом, вот, объявился желающий америкос, там, заплатил какие-то там миллионы чего-то там, долларов, там, это самое, его дедушка, там, его подготовили и свозили, ну, стал бы миллионер отдавать деньги за то, чтобы участвовать в этой игре, типа, там, полечу, не полечу, ну, вот, то есть, я к тому, что существуют объективные вещи, свидетели, опять-таки, когда она приземлилась, вот эта сфера с нашими, и там ее встречали, там была огромная толпа народа, прибежала к капсуле, вот, то есть, я к тому, что нельзя такую огромную толпу народа всех зомбировать и подписать о неразглашении секретов, то есть, там, наверняка, ну, то есть, это, это, это даже, ну, короче, это невозможно, все равно люди где-то как-то проболтаются, а взять, а механизма такого, чтобы взять, отследить и всех зомбировать, или каждому нужно представить КГБшника, НКВДшника, каждому, вот, даже когда в советское время, когда были закрыты предприятия, люди все равно выносили секреты, и разведка работала в полный рост, как говорится, и у нас, и у них, то есть, я вот к чему говорю, то есть, когда вот эта огромная толпа прибежала встречать эту капсулу с Пересильд, ну, извините, друзья, ну, всех нельзя заставить замолчать, кто-то бы проболтался, однако же все встречаются, как он прыгает, а плюс наши все эти актеры, которые провожали, когда в космос, тоже, типа, там, на фоне, там, на фоне этой ракеты, там, фотографировались, там, это самое, за нее, там, кричали, там, держали гулачки, ну, то есть, вот такое количество, вот такого болтливого народа, просто взять и зомбировать, и убрать у них естество, невозможно, то есть, значит, ну, вот я к чему объясняю, значит, полет был, значит, она реально долетала, не просто потому, что, типа, там, да ты что, дурак, что ли, не веришь, нет, а просто к тому, что даже есть, например, взять самое абсурдное, и попытаться доказывать, это абсурдное, то, ну, то есть, доказывать, что нам говорят абсурд, и взяться, так сказать, и как объяснить, что все это правда, на все вот эти вещи, типа, там, да никуда она там не полетела, все это ерунда, тут можно взять объективные вещи, сказать, слушайте, ну, подождите, ну, вот так, так, так и так, нет, летала, то есть, это все ерунду, вы говорите, уважаемые граждане, она в космосе была, вот, то есть, здесь мы можем найти какие-то такие оправдания, да, объяснения, а вот то, что он говорит, это же можно, например, можно сказать так, подождите, лоза, вы ошибаетесь, вот на вот этом топографическом отрезке вовсе нет никакой возвышенности, и река не течет вверх, а на самом деле здесь абсолютная равнина, и река течет вниз, то есть, можно сказать, тогда возьмите, ребята, докажите тех, кто, типа, там, да, типа, ха-ха-ха, плод, я к чему это все разговор начал, честно говоря, я не знаю, как вам, но мне уже начинает просто вызывать какое-то отторжение, не знаю, тошноту, вот, не вот эти вот появившиеся чудики, которые придумывают про плоскую землю, а с ними веселее жить, с этими рассказами просто веселее, интереснее, так сказать, это самое, есть хоть с чего поражать, меня все больше и больше раздражает бездумность людей, которые думают, что они что-то знают, вот эти историки, которые говорят, что, типа, история-то наука, а на самом деле, когда выясняется, это не наука, это просто пересказ одной версии одного из профессоров, не учитывая версии другого профессора, вот и вся наука-то, все, кто доказывает, говорят, что история, ну, конечно же, это наука, ну, тогда вы, я вам рассказывал, что, историю с Рыбаковым, когда он одних подымал, других гнобил, извините, тоже в званиях докторов и профессоров, и они получаются шарлатаны, ну, тогда, тогда, извините, если, тогда с звания профессор, ученый для нас не должно быть, если, например, один профессор говорит про другого, да он шарлатан, ни хрена, он не знает ничего, он не может, он ошибается и врет нам всем, тогда для нас вообще звание ученого, академика не должно быть каким-то авторитетом, потому что мы должны понимать, что они все люди и все друг, все могут врать, все могут ошибаться, тогда нам нужны факты, а не просто их слова, тогда каждому этому самому нужно доказательство, но мы так жить не можем, правда, мы, нам, мы занимаемся каждый своим делом, и нам просто, например, интересно что-то узнать, и мы что-то просто узнаем, и потом этим всем делом делимся, делимся, и вот тут, в этот момент, я всегда говорю, что, ребят, а вы определитесь, вам просто некомфортно что-то новое узнать, и отказаться от своих старых знаний, ну, как вот я, например, с татаро-монгольским нашествием, я же рассказывал, что я обожаю кочевые народы, я, ну, все началось с того, что я люблю лошадей, езду верхом, и все, есть вот такой вот натив, вот, то есть там, когда чукча едет на оленях, на собачьих упряжках, мне вот так, я вот такое обожаю, не на снегоходе, а вот на натуральном ходе, ну, не знаю, вот есть ли к этому у меня любовь, и вот лошади заставили меня, так сказать, вникать в кочевые культуры, мне стало вот интересно разбираться там в быте, в жизни, монголы, всего, и поэтому я к этому относился, еще раз повторяю, с крайней позитивностью, мне нравилась идея читать Яна про этот самый, дойти до Третьего моря, я там, в общем, не помню, сейчас уже, про Чингисхана и про Батыя, вот, книги, я их обожал, они у меня были настольные книги, я их читал постоянно, потому что подпитывался ими, вдохновлялся Ивановым Руси изначально, и вот Яном к Третьему морю, по-моему, вот, мне все эти описания джигитов, героев там, жутко нравилось, мне, конечно, было больно, что они побеждают наших витязей, воинов, мне было мерзко смотреть в фильме Андрея Тарковского про Андрея Рублева, как, значит, князь Суздальский пригласил из Орды монголов и пошел, и, значит, разорил город брата, чтобы самому стать князем. Я в тот момент не задумывался, что если татары и монголы получали дань с нашей земли, и были господами, и выдавали на княжение, так сказать, эти самые грамоты на княжение всевозможные выдавали, то тогда зачем им идти и кого-то зачем-то сражаться, чтобы погибали их люди, с какому-то князю поддерживать какого-то князя, чтобы он убил своего брата. Да ты просто возьми, как это делалось дальше при императорах, при царях, этого смести, этого назначь, скажи, так, ты теперь не князь, так, вперед, ты князь, а почему он мне тут завез, занес мне тут дачку, взяточку, ну, теперь он будет князем. Ну, разве не логично? Я тогда этого не задумывался, мне были нужны подвиги, драйв, движение, и мне нравилось вот это вот смотреть, как несутся всадники, ее сражения, и вот эта дикая конница, очень мне нравилась автономность монгольских воинов, что они сидели на маленьком коне, который оказывался, ну, вот есть у меня такая скорость, каким-то таким вот, как бультерьером, понимаете, не козистая собака вроде, а дикой силой. Так вот и монгольская лошадь, она вроде маленькая, она очень выносливая, может на большое расстояние переходить. Я вот везде всегда говорил, что вообще-то монголо-татары должны, типа это вот их главное достояние, это была выносливость и сила их воинов, и, конечно же, монгольская лошадь, потому что она, только она смогла преодолеть, и мне даже было больно читать в этих книгах, что, например, там Батухан ездил на Ахалтикинце, думаю, ну как же так, у него должна быть вот эта вот замечательная монгольская лошаденка, то есть зачем ему вот этот вот Ахалтикинец, прекрасный, красивый, но не такой выносливый по таким нашим русским морозам, и не такой, значит, это самое, ну, как бы он великолепен, красив, он вынослив в южных местах, по пустыням, все, он ведь, он замечательный, но он все-таки не монгольская лошадь, а у монгольской лошади же свое лицо и свое вот это, ух, цимис свой, а тут как-то все нарушается, ну не так, как по мне. И вот мне это было в первую очередь интересно, я это любил. Соответственно, когда я впервые услышал теорию о том, что татаро-монголы никогда не было на территории России, вообще никогда не приходили, никого не захватывали, вообще их здесь не было, мне было в первую очередь некомфортно расставаться с этой мыслью, потому что я посвятил ей множество своих мечтаний, размышлений, фильмов, книг, мне было интересно это тело, я уделил ей огромное такое, как бы, ну в мозгах, в своем уме, так сказать, место выделил для этой теории, да, это для меня были не пустые звуки, а тут вдруг у меня отнимают это все и говорят, что да, вообще-то они вообще не приходили, их вообще тут не было, да как же не было, а Куликовское сражение, а вот это все, да как, ну как, ребята, вы у меня отнимаете, вы у меня отнимаете врагов моих богатырей, которые их побеждали, сильных, опасных, страшных врагов, этих вот монгол, я, так же вот и, как сказать, так же вот и со Сталиным вспомнил теперь этот момент, то есть я был анти-сталинист, яростный, потому что я верил в замечательный, глянцевый, красивый журнал, Огонек, Смена, газете, это иностранная литература, я, как, я не мог их предать, комсомольская правда, комсомолка, они писали передовые вещи, меридиан журнал, ровесник, они писали про рок-музыку и, значит, они мне не могли врать, если не сказали, что Сталин был упырь и убийца и палач, то это, значит, так и есть, потому что старики и деды, они все врут, они все, блин, вертухаи бывшие, вот они там со своим этим Сталином, и мне было в первую очередь некомфортно расставаться со своими убеждениями, ребята, именно с тем, кто мой, а кто чужой, вот в этом был прикол-то и главная причина, почему я не хотел принимать этих новых версий, спорил с отцом, царство небесное, доказывал ему, что он не прав, что Сталин никогда не был хорошим человеком, и только пожив, и анализируя, наблюдая, и чувствуя, что какой-то дискомфорт, я пытался разобраться в этом дискомфорте, я не мог понять, как пупырь, убийца и палач, блин, строит людям дома, которые как дворцы, построены на века, и меня убила, оказывается, убила новость о том, что, оказывается, широкие проспекты в Москве, вообще широкие проспекты по большим городам, при Сталине строили, оказывается, из расчета, из планов, что в каждой семье, в каждой семье будет автомобиль, то есть я не мог понять тогда, что это за упырь такой, что это за такой, ну, кровопийца, который строит дома, поднял экономику, снижал цены, блин, который сказал оказывать, то есть вот кондовость, ну, какой-то там недоученный, там, значит, учился в семинарии, я читаю воспоминания о Сталине, когда его спросили мнение о пьесе Демьяна Бедного «Хлеб», Сталин сказал с ухмылкой, я не знаю такого драматурга Демьян Бедный, я знаю Булгакова. Вот так четко, тонко, интеллектуально поставить вот эти вот, вот так опустить Демьяна Бедного и, извините, ходить на, он ходил, оказывается, много раз на пьесу, этот самый, Дни Турбиных Булгакова, то есть вот тут у меня как-то не сращивается одно с другим, подождите, это человек с церковным образованием, недоучка, грузин, который, так сказать, чванливый, там, это самое, ходил на Дни Турбиных, ну, раз ходил по ошибке, но несколько раз ходить на Дни Турбиных, еще раз повторю, грузин, который вернул казачьи звания, погоны, офицерские звания, вернул казаков, что это за грузин страны, всегда у меня вот эти вещи не складывались в голове никогда, пока я действительно не осознал, что, наверное, все-таки ошибался-то я, а не мой отец и не те, кто защищали, разговаривали со мной Сталина, так и здесь, когда я услышал про монгол, про все, я не мог отказаться от того, что мне неприятна сама эта мысль, что я отдаю свои убеждения и свою любовь к каким-то вещам, мне теперь нужно себе сказать, что этого не было, действительно, как бы, а когда ты в этот момент осознаешь и говоришь себе, так подожди, так я изучаю, или я просто верю в какую-то такую культу, религию, определись, как дружочек, сам себе говоришь, и тогда говоришь, а не, подожди, друзья, наверное, нет, наверное, все-таки, если я изучаю, то, наверное, я должен быть беспристрастен, правильно? Правильно, ну, а тогда, извините, если нам смешна сама идея про плоскую землю, зачем просто видеть в этом плоскоземелье, ну, во всяком случае, я не про тех, которые там рассказывают, там, показывают, что в космос летают одни обманщики, там, ну, глаза тоже надо говорить, и потом, ну, это такие отмазки того же уровня, я считаю, в этот момент, это отмазки того же самого уровня, что и тех, кто их высмеивает, потому что, типа, там, ну, они военные люди, поэтому им ничего сказали, то они, типа, и говорят, ну, нет, это неубедительно, но, когда человек говорит и применяет термины, и говорит о топографии, пожалуйста, я очень прошу, возьмите и развенчайте его с этой точки зрения, скажите, там, например, я, там, почитал по топографии, я учился на топографа, или что-то еще, найдите друга, и вы, покажите топографу, и пускай они его разнесут и скажут, это неправильно, почему я не верю и не доверяю всем, кто высмеивает Носовского и Фоменко, блин, там в основе лежат математика, и каждый историк, начиная свой рассказ про Фоменко и Носовского, обязательно упоминает, ну, я, типа, не историк, не математик, а вот дружище, тут вообще-то с чего вся каша заварилась, с того, что математика не билась, именно у профессора математики, у реального математика с мировым именем, не билась именно математика, почему новая хронология, я очень смеялся и говорил, что, ну, конечно же, это тоже, наверное, полный бред, когда мне один человек, который высмеивал Носовского и Фоменко, говорил, что Носовский и Фоменко выводит слово черкесы к черакезам, типа, вот, раньше ирокезы назывались черакезы, и, мол, типа, отсюда, там, как-то, в общем, этимология слова выходит, все, я над этим делом, ну, конечно, ну, это дичь, но это полная дичь, я до сих пор не знаю, насчет чего, что правда и неправда, но вот было мне очень больно увидеть на индейцах свастику, во-первых, раз, во-вторых, я, конечно же, вспоминал о вспоминании отчета некоторых английских разведчиков, находящихся на Кавказе во время Кавказской войны, которые писали, что, по сути, кавказские народы полностью повторяют по характеру, по быту американских индейцев, по взглядам, особенно индейцев прерий, больше всего они похожи, ну, черакезы, конечно же, ирокезы, не индейцы, прерий, но вдруг выясняется, что индейцы Северной Америки оказываются выходцы откуда-то из-под Алтая, то есть, а некоторые люди, доказывающие существование бывшей единой империи, говорят, что, мол, типа, вообще-то потому и воевали с индейцами с таким озлобленностью, вот это все западное, потому что это тоже были какие-то наши рудименты, типа, там, нашего единого великого народа, ну, может, там, одичавший, но очень, ну, не берусь полностью это все утверждать, вы же помните, я всегда, когда про историю рассказывал, говорил, что я против того, чтобы говорить, вот, наверняка, вот, то, что знаю стопудово сам, вот, то я и могу говорить, что это есть, то, что я проверил. Например, я точно знаю, что кобели обнюхивают друг друга не с целью доминировать, как вожак, а с целью сексуальной доминации, только сексуальной доминации, все, это я знаю, потому что занимаюсь с собаками 45 лет, я это знаю уже, блин, наверняка, с 10 лет я с собаками занимаюсь, это я знаю наверняка, потому что уже давно-давно убедился, что дело там не в вожаках, а дело там, они вынюхивают, кто кому даст, а кто кому не даст, вот, на самом деле собаки дико, собаки полностью бисексуальны, вот, и мальчики, и девочки, и поэтому они вот так вот и друг друга постоянно вынюхивают все места, когда, мне только до сих пор непонятно, зачем так близко нос совать, прямо, так сказать, туда, так сказать, в эти органы все эти, неужели у собаки не хватает силы обоняния, но пока ни один кинолог мне на это не ответил, как и насчет того, что, вот я сколько не спрашиваю, если хотите поставить в тупик ветеринара, там, кинолога, спросите, а почему кобели срут в определенных местах, мне один все пытался доказать, что они типа метят территорию, я говорю, подожди, метят территорию тогда как мочатся, пошел-то на том углу, на том углу, на этом углу, и вот он себе ареал этот охватывает, а когда он бежит, аж у него это самое, все вываливается на ходу, несется, ну, блин, вот именно до той клумбы, и не меняет эти клумбы, вот именно он знает свои места, вот это что за хрень, мы выходим в час ночи, у собаки, так сказать, проблема приключилась, что-то поела накануне, мама дала ей котлетку свиную, собака меня ночью подняла, я иду, как зомби, шатаюсь, несу этого уродца, так это у меня не первый кобель в жизни, я это знаю, тут другой бывает сядет, начинает жопой вращать, и ползает, ползает, как этот краб, поэтому, что-то какую-то точку выискивает, то есть не то, что сел и сделал свои дела, нет, он что-то жопой вправо-влево вращает, куда-то ползет, что происходит, я смотрю на это дело, как бы, а что происходит, девочки нет, ну, собаки и девочки нет, та выбежала, где это, где надо, там все и сделала, и побежала, что то дело, что это, что большое, что маленькое, а вот у кобелей нет, ни с чем это логически ни с каким ни с какой меткой место не связано вот и спросите любого кинолога и вам скажут да он места метит да какие в жопу места если он метит места он должен эти места помечать себе как вот когда он сыт а когда он не зажает какает и вот это начинается вот эта вся хрень с поисками мест я ночью выхожу два часа ночи и вот оно да вот же клумба нормальная ровная ну 3 здесь говорится не она бежит куда-то аж блин искры летят под хвоста блин я смотрю что бедолага мучается вот он добежал до своей клумбы сел потом что-то там не так и бежит через пять клумб надо я знаю на какую вот если не эта клуба то другая клумба я знаю места где собака ся я веду до этих мест его чтоб он сделал свои большие дела и так у меня с собаками блин со всеми кто у меня не было кобелей у всех было так я поэтому про это говорю то есть то есть загадки в природе пока что извините есть на которые мы просто не обращаем внимание часто не придаем значения а что и такое как это объяснить хреново маму знает также вот и с лозой понимаете вот и все начинают вот это бездумно и мы и мне вот это вот бездумие честно говоря бесит но блин возьмите вы человека и скажите там глаза брешет это не так на самом деле вот там вот там вот там проходит это вот здесь так что никакого подъема нигде там волга вверх в этом месте не бежит все ему успокоились однако мы видим только одно да лоза да это плод да это самое и это говорят обычно пишут люди которые тут же тремя четырьмя постами в ниже постят такой значит теперь переходим художественной части постят значит мемы я хочу во сне изучить анатомию что проснуться и применять его в рисунках как бог и все-таки да-да-да и я так же я это посижу и вот и понимаю что мне хочется сказать слушайте вот ребята вот вы не задумывались что художник отличается от большинства окружающих людей так сказать привет лёше из си же спика тем что у него есть способность определенная не выдуманная хрень как говорила лёша си же спик а способность какая подмечать и замечать и передавать увиденное можно не знать анатомии досконально но присмотреться и видеть потому что иногда у некоторых художников когда смотришь и говоришь но вы и на том изучите для того чтобы хотя бы блин но если тебя не хватает мозгов посмотреть как это отличается одно от другого то ёлки-палки ну тогда как бы вопросы к тебе как художнику это у тебя вообще глазомер чувство меры есть надрисует абстракции тогда рисуйте квадраты еще есть люди которые видят цвета идеально вот так как я цветами работают а видят там цвета цвет в тени видят там живопись и работая цветом создают нам шикарные полотна но это же от того что человек видит и умеет подмечать эти моменты способностей то есть я к чему гоню на хрена вам знать анатомию то есть когда я говорю про знать анатомию я не имею ввиду знать до мельчайших подробностей какая мышца у вас в руке это называется мускулюм рататум мускулюм там сокращатум мускулюм там дрочилятум я не про это говорю я не говорю перечислять все волокна там в предплечье не надо просто нужно понимать где находится сочленение где у локтя где как устроен не устроена просто почему рука в локте вращается сгибается какую сторону может сгибаться и до какой поры можно руку вывернуть назад что если ты рисуешь человека оглядывающегося назад то ну елки-палки сам обренив зеркало посмотреть ты можешь так свою башку развернуть или не можешь вот когда тебя рисуют анатомию вспомни про анатомию учебник анатомии тебе не поможет если ты баран если ты конченый шаг никакой учебник тебе не поможет ну а тогда мне не нужны были учебники анатомии когда рисовал в подростковом возрасте подростком я перерисовывал они все были они были стилизованы это был хороший рисунок плохой рисунок но анатомически все было правильно потому что я просто видел людей я просто их рисовал так как они если не устроены чувство размера чувство пропорции все это присутствует как бы если ты занимаешься ну если ты обладаешь способностью к рисованию ты просто это этим обладаешь не нужно учиться не нужно выучивать анатомию если ты рисуешь мультяшек и просто надо знать ядрёно корень ну то есть когда ты смотришь на человека ты же понимаешь что его башка к плечам приделана через шею хотя видишь человека с низко посаженной головой но ты же все равно понимаешь где у него шея где у него плечи где у него там не знаю там 5 позвонок 6 примерно на месте когда как рука такого места надо ходить есть законы конечно же но есть люди у которых длиннее руки короче руки есть способы построения лица глаз все это как бы интересное нужно знать но это уже ты подкрепляешь то что у тебя неосознанно получается ты это подкрепляешь а когда ты рисуешь например диснеевского персонажа то извините потраченные часы на анатомию чем тебе помогут тебе надо научиться стилизовать персонажа и понять как дисней придумал передавать морду этого персонажа я недавно по диснеевским вот этим ну скажем мне очень нравится художник кори лофтис он работал и над это наши руководители той точно не отвечает за информацию но по его значит артбуку я понимаю что он работал над господи над холодным сердцем работал и работал над зоотопией самое главное зоотопия вот у него дофигича вот в инстаграме в на фейсбуке где вот его найдешь там у него много всяких на пинтересте разработок персонажей вот он нашел вот этот вот замечательный баланс между симпатичностью диснейской и все-таки уже новым образом чем старые диснеевские персонажи вот стилистика рисовать рисование мне конечно дело впечатляло но я давно уже сам для себя подметил как диснеевцы создают тот или иной образ вот если нужно пролюстрировать могу показать на трех пальцах принципы поджалиста берется просто в эти кося фигуры кисточки эти перышки иконки знаете как тупо накачал из интернета не папа сначала стал рисовать карандаш себе нарисовал первого себя нарисовал пера и кисть себе нарисовал одну а потом думаю в пнг там да нахрен надо нашел иконки пнг шных валом в интернете скил в одну папку и теперь по мере необходимости нужным любимым своим карандашам там или кисточкам кисточкам значит это самое присваивают иконку и она вот не стандартный такой беленького видит цветное там нарисовано перышко карандашик маркер где-то нарисован вот такой еще раз про то что в пейнтере там был просто обычный голимый принцип фотошопа где просто пейнтер этот самый крита со своими этими всеми карандашами и этой фигней в панельках это просто такой коммерческий ход вот я себе такой же сделал сам поменял просто иконки в фотошопе нельзя иконки менять а вот манга studio то есть клип studio позволяет ее величество цвет ксп позволяет поменять иконки и вот тебе пожалуйста аналог пейнтер это сам что ты хочешь да так вот как мы значит вот принцип рисования диснеевского персонажа вы делите делаете делаете морда объемно здесь приделываете нос и вот еще не ясно кто это будет это будет заяц мышь возможно же к вот так сделали например это возможно может быть код может сделать кота потом вот угол херта вот она морда пополам делится но это еще привет так сказать этому самому микки маусу вот у нас персонаж и вот нас получился зависит зависимость от того добавляем эти зубы удлиняем мы здесь морду отсюда от этого места удлиняем приделываем здесь такие уши при делах есть такие уши чуть меняем головы при делаем здесь такие уши видите получается это диснеевский диснеевская стилистика диснеевский прием рисование персонажей дальше вы уже какими-то нюансами работаете добавлять вас получается мышь заяц собака кто угодно опять-таки человек здесь может получиться да тот самый из этого же персонажа получается человек то есть это такая скажем матрица на этой матрице вы просто уже дальше рисуете кого вам надо это то есть для чего это сделать для того чтобы научить людей чтобы они работая так сказать подходили к не нужно было искать по стилистикам сказать уж нам нужно в этой стилистике нарисовать это тот и человек просто приходил работал сразу делал это для процесса это такая технология для процесса это очень очень удобно поэтому не будем обсуждать то хорошо это плохо надо не надо мы говорим о мультяшном стиле и плюс все там же еще свои требования по передаче изображение там значит все время то было рисовано все кальки маленькие все это нужно было как-то упрощать максимально чтобы люди могли сделать большой метр и так сказать много много людей в этой цепочке хорошо отлично или средний рисующих могли так сказать это самое участвовать в этом процессе и не портить работу мастера для этого это эти моменты делались то есть так и тут так и тут вы просто должны уметь если вы мы опять таки ха ха привет всех можно научить рисовать ага всех можно научить рисовать но извините всех можно научить красить например пропсы то есть пропсы это с английского инвентарь это инвентарь в игры в каждых играх нужны всевозможные там сундучки мундучки как всегда книга сундук вот мне тоже один товарищ знакомый кося ты меня слышишь все-таки извини что сейчас выскажусь но понимаете вот момент я могу слушай ты шикарно вырисовываешь свои там вот эти вот что-то там рисуешь вещи предметы сидит выдрачивает там их не объемы пытается материал передать этому уделяет огромное течение времени если я если мне в основном важно передать жизнь движение настроение так сказать атмосферу передать для меня это важнее мне намного ближе вот такие уж пятна вот этот шум и шероховатость этих пятен для меня это все звучит тогда то скажем он там мягкие все эти 8 то что нужно когда рисуешь пропсы и возьми нарисуй сет из этих пропсов что там нужно книга бутылочка с ядом там какой-то предмет оружие что-то это самое посмотри что люди обычно вот их выкладывают люди работавшие в этой индустрии в этом и нарисую и выложи там на арт-стейшене там ну а дальше уже как и всегда как и в нашем иллюстраторском деле точно также дальше идет уже найдут тебя или не найдут заметят тебя или не заметят это уже так сказать дело пятое разговор шестой то есть будет этого толк не будет это уже но но что тебе нужно сделать чтобы у тебя реально начала работать портфолио если ты иллюстратор тебе нужно обязательно нарисовать несколько иллюстраций чтобы тебя заметили люди с иллюстрациями если ты хочешь выградил тебе нужны те вещи которые там насчет делают они да хорошо я вот спрошу дениса типа там вот у нас был на стриме у меня на стриме был Денис какие нужны вещи вот тут мне сразу понимаете в чем дело я может подожди не спрашивай почему блин вы сами о себе в во вселенной распространяете на уровне не знаю создание вселенной мнение о себе как о туповатом человеке в этот момент даже если вам вежливо на это ответят ну неужели тебе не понятно что интернею конкретно кости а говорю как бы риторически тебе то есть всем неужели не понятно что от вас ну вы можете не попасть в ту команду который рисует скажем там вот именно такой стилистики и на такие вот там пропсы или предметы или казуальные какие-то вещи потому что ту стилистика тоже более-менее вправо лево скачет но от вас требуется говорить на языке что вы это делаете и с каким качеством вы это делаете дальше принять стилистику вас все равно будет какое-то пробное время войдете в команду не войдете вас но все равно будет по-любому потому что пока вы не зарекомендовали себя пока вас не знают новостировку это время будет смотреть получится у вас не получится найдут с вами общий язык не найдут поэтому не переживайте вас сюда будет шанс попробовать нечего за это дело бояться но у вас даже следовательно о чем ты собираешься спрашивать того же самого дениса тебе есть тебе сказали рисуй книгу бутылку с ядом перо меч там не знаю сундук вот их нарисуй чтобы они там горку монет камень что траву на шаре вот эти вещи нарисуй и выложи у себя и то насколько ты это классно рисуешь а сюда будет ну возьми это в интернете показывает у него там такое знаете брутальное как у викингов там с полки взятая там из олова выбитая чашка там сундук там гоблина такой мощный серо-коричневый разве ты не видишь разницы здесь у людей все блестящее вырезанное гладенькая ровненько нет не вижу тогда блин вопрос это почему вообще кому вопросы что ты не художника не рисуешь если сам этого не видишь ты должен на вот такое типа а все блин где были мои глаза точно 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 вот так ты должен реагировать на эти моменты они типа нет не вижу как это ты не видишь что значит ты не видишь ты обязан поэтому я и говорю что какая в баню анатомия зачем вам учить анатомию вы что собираетесь быть хирургами что ли хирургами вот такие пироги поэтому у меня значит это для этого всего есть следующая фишечка где нашим где мой искатель жемчуга сергей канавалов искатель жемчуга прислал мне типа на лицензию рисунок ну что если у вас я скажу что что здесь можно сказать ну рисуешь такая стилистика есть у тебя это все на начальном этапе по той причине что видимо ты еще пока наверное не работаешь профессионально у тебя нет потока и больших заказов с иллюстрациями ну так все как бы наверное на месте стал бы сохранять себе эти рисунки нет есть тут какие-то ошибки да наверное конечно есть как у каждого из нас к чему-то можно придираться но в целом понимаешь тут такой момент например если говорить про этого зайца то я скажу так скорее всего он рисовался не на какой-то определенный заказ потому что или не знаю может на заказ бесплатно по по дружбе потому что ты был смел в выборе персонажа в плане его дизайна он тебя абсолютно скажем так не коммерческий почему не коммерческие люди отдают деньги когда эта продукция на продажу он должен быть симпатичным тебя скажем заяц больше по близок по дизайну к настоящему зайцу они диснеевскому зайцу вот это морда длинная вперед ты пытался выразить все это самое из-за того что рот это самое так сильно открытые зубы трачат у него будет такой более агрессивный более гротескный вид а не милый вот и все это как бы может быть коммерческая ошибка но это что там заднее ведро висит в воздухе а не висит на палке но это уже такие нюансы понимаешь которые абсолютно как бы человеческие то есть есть нету там получилось не получилось у нас у каждого время от времени бывает скажем какие-то такие вот ошибки скажем технически что-то рисуешь и слыша там сможешь опаньки то есть это все из разряда типа вот жизненного и у каждого из нас если первые рисунки рисунки даже скажем для себя они все отличаются от рисунков уже для кого-то отработанные на персонал отработанные на заказах на заказчиках и как ты получаешь обратную связь и получаешь значит этот самый ну от заказчика фидбэк лапы видишь руки такие загребущие на ногах в человеческая лапа все ты рисуешь это типа из правды жизни на самом деле в коммерции это не нужно потому что это мешает почему в мультиках этих вещей нет их тяжело анимировать и не они мешаются почему мультиках упрощены все эти лапы все это самое вот так же и в иллюстрации если хочешь сделать иллюстрацию коммерческую продажную доброго персонажа вот эта рука ближняя суда она как будто ошибочно то есть по самому рисунку это уже как бы ну все но рисунок рисунок чуть скажешь на твой стиль так у тебя пока получается так ты пока рисуешь то есть это сработает как типа смотрел я рисую и на нерисующего человека так я тоже художник я тут тебе уже ничем не могу комментировать и ничем тебе не могу это как бы как тебе сказать не могу тебе это вот если бы ты сказал я рисую для такого-то проекта нарисовал да подойдут ли такие персонажи или там вот я рисовал там туда-то туда-то тогда я тебе сказал бы тут для этого это good для вот этого это отстой вот так уже мог бы а уже просто как уровень рисования тут дальше уже просто мелкие какие-то грехи которые мы сами все допускаем делаем по миллион раз и уже не то рисуешь вот и вся разговор и принципе рисуешь уже коммерческие так уже даже можно продавать и можем сейчас искать заказы просто тебе уже здесь надо дальше научиться а тебя истинно начнешь искать заказы быстро жизнь научит рисовать песна же милых у сам леса только лапу убрать эти пальчики потому что они добавляют вот это вот ненужное ненужного движения жить так сказать и не нужная раскорячности персонажа а вот а вот зайцем тут на найти его морду все-таки не такое должен быть посмотри наших отечественных иллюстраторов тире мультипликаторов бегунов на репкина репкин потом федотов там савченко короче хитрух посмотри как они работали с персонажем это ты поймешь что у тебя в этом персонажи и так вот следующий кто мне присылал работу тоже получается на рецензию и ну это же рецензия как бы обсуждал со мной эти моменты и и я сказал что да можно можно по я покажу как бы обсудим вы тут типа террисоват нарисовал такой песна же что здесь можно сказать смотрите вот поэтому значит по этой лягухе по этой лягухе можно рисовать следующее твою мать а это чё это мои вообще-то было к чему это это не моя что это в лес и так но видите увеличивает вместе с этим самым с боковой от этой панели что здесь можно сказать но уже как бы во первых надо было разобраться с лягухами в том плане что они зеленые зеленые камыши вот такое освещение скажем на концах листа более круглая она скажем имеет место быть каких-то проектах круто ли это нет обычно не круто вот все остальное тут точно так же но вот единственное что ну да нет вижу палец так то вот пара про анатомию мыши у лягушки которая стоит сказать на повязке в желтых трусах у него с левой ногой а это на так подогнула это не горе но наверное да тоже как бы в такой позе стоит скажем ну трава трачит как палки нету естественности у травы и у камышей вот здесь если совет то могу дать совет такой смотрите ребята за как растет трава и растут камыши есть когда вам нужно растительность для людей незамысловатых для людей для которых по яблоко яблоко сиська сиська им пофигу а для художников конечно же когда мы раз видим типа да что что тут не так как-то все колючее как-то все торчит а торчит почему да потому что когда рисовалась все эти камыши и все остальное оно вымучено и даже это бывает и по отрисую камыши скажем да или траву какие-то два-три штриха делаю скажем они получаются неудачные но по привычке зарисовывать я больше оставляю но зато накидываю потом сверху другими слоями или сразу убираю потому что это бывает что ты делаешь неправильный жест и неправильно загибает выручено ли загибаешь стебель и думаешь да блин но она же как-то не так но на природе ходите гуляете смотрите на газоны смотрите на наберите в интернете камыши и присмотритесь вот давайте даже сейчас сразу наберем и вот они камышей кстати то камыши вот они копируете изображение во первых смотри они плоские они вот они круглые они плоские не круглые они желтые у основания вижу какая разница хотя вроде бы какая-то масса получилась и вроде совпадает но видимо с размером персонажа и вот общей стилистика не получилась и легкости вот это травяной вот эти вот сухого листа вот это насыщенности и она не получилось может быть надо было взять за основу такой более в одну сторону лежащих камыш может как-то нужно было порешать по композиции поиграть по-другому убрать этот камыш понимаешь вот как-то переставить поменять дальше но вот тут может быть по анатомии у него рука которая поднята у лягушки да у нее локоть получается почти возле плеча с одной стороны учитывая что все это условности все это и все это скажем весьма и весьма надуманная и все это мультяшность такая то здесь скажем можно сказать можно сказать и потом а у него такие лапы но вот тут нужно понимать что если у него такие лапы тогда у рыбы должны быть такие плавники у птицы должны быть такие крылья и у всей этой вселенной должны быть такие члены и органы так сказать тела потому что у это скажем левушки которая стоит на одной ноге они в желтых трусах левушка у нее локоть правильно а в этой вот с палкой в руках неправильно стал бы этому картинку себе сохранять где-то в портфолио что еще нет для меня всегда критерием служит именно вот эта хрень стал бы этот рисунок себе вот черные птицы такими ярко-черном тем самым резким они вообще вот убивают не надо но в целом все у тебя тут много всего как бы класс ну как сказать основа то я уже вся у тебя есть мясо так сказать да художническое то есть все эти вещи это вы нахуй и ты и вот из хотели жемчуга вы находитесь на той стадии когда в принципе дальше рост и рост то есть уже что-то можно делать уже что-то получаете рисовать получать заказы все это все это можно вот просто по ходу дела по ходу работы все это будет совершенствоваться и улучшаться а сейчас на данный момент вы будете сами по точке уль блин че нарисовал то нафиг отрисую и куда-нибудь его в топку пока сейчас рассуждать и говорить что типа там это же не стадик не работа на задание мы не ведем школу кстати метод тоже кинули в ссылках в контактах чем-то 110 или 90 берет уже 90 будет чем-то 10 не 110 лучше чем больше тему лучше вот андрей андреев мики да вот этот вот ссылку на вот этот видосик я про что имею ввиду человек ведет значит это идут курсы курсы в художественной школе арт крафт сиджи скул то есть но я я уже перегорел давно меня так сказать не бомбит от плохих художников или плохих там преподавателей просто я обращаю ваше внимание единственно просто на то как это все иногда выглядит в этих многочисленных школах всем остальным люди платят деньги чтобы участвовать и вот такой фидбэк они получают вот здесь он говорит что то есть вот этому человеку он сказал что уже можно и пора искать работу нет вопроса к тому слева направо или справа налево это просматривается в том что ты прокачалась очень здорово за этот курс и надо заниматься поиском работы потому что с таким уровнем рисунка говорит тебе что еще и прокачивайся еще иди на курс и так далее я могу сказать и я скажу что 2д рендер 2д персонаж 2д для игр нужно но параллельно еще пару попроще работ пилишь и начинаешь стучаться хотя может быть мы чего-то не знаем о процессе этом да и может быть действительно такого уровня уже достаточно откуда мы знаем вот этот момент я не оспариваю потому что сам ты в этом деле не сведущий так как какой контент достаточен для того чтобы получить или просто работу на ростке если просто работают о разных цифрах и разных зарплатах мы говорим но совершенно же понятно что как бы чек-то может исключаться но говорить то что типа там все это уже течет достиг в инвестации рисунка маша ты конечно мощная я на прошлой неделе чуть-чуть усомнился в том что успеешь не успеешь единственное что вот вот белую штуку я бы подсветил как подсветил вот так типа можно взять ее продублировать на перекрытие или на линейный осветлитель взять ctrl-L по уровням немножко серый подтянуть и белый подтянуть чтобы оно светлее светилось короче свечение немножко подтянуть очень круто смотрится немного вот здесь бы добавить силуэт хвоста здесь мы наблюдаем вот в этом вот комментарии мы наблюдаем три вещи первое человек не хочет говорить ну я хочу сказать такую вещь вот он поступает совершенно сейчас вот по западным лекалам по западным меркам он говорит приятные вещи художнику не говорит негатива а вот софт этим вот софтом общением софт скилами с помощью софт скиллов он пытается мягко но типа где-то привести а я считаю что мягко не надо если работа говнище надо говорить что говнище что почем хоккей с мячом непонятно тут мы можем две вещи работа художника всегда это такой момент всегда найдутся зрители которые в ней что-то увидят для себя то есть попадет рандомным путем на кого-то зрителя который скажет вааа вот это да он что-то там свое увидел то есть у него внутренний мир еще более корявый еще более страшный еще более уродливый чем вот эта картинка и поэтому он когда это увидит скажет нифига себе потому что ничего нифига себе здесь мы здесь нихрена не видим но акула но какие-то палки кривые но что-то какие-то красные фонари развешаны что там чё к чему чё причем хоккей с мячом что есть веселого или такого классного или крутого не все размыто все раз это сам я предпочитаю правду говорить человеку поэтому я ничего не преподаю потому что расстраиваю людей страшно своими комментариями но я считаю что лучше говорить так жестко и прямо вот это мотивирует вот вчера в спортзале предыдущие перед нами бойцы оставили вот уже вторую неделю у нас лежат большой жилет и большие мешки на логике на ноги навешивать я нарядился в эту штуку как рыцарь так сказать оделся такие ой ляло девочки как этот самый как терминатор вот и мне нужно было поработать ребятами там молодых потянуть значит по этим самым тут подходят два ветерана таких наших ходят давно давно ходят и ни хрена не получается объясняешь объясняешь ничего не это самое не все равно делать какой-то дичь вот я говорю это бей двойка лоу хих бей 2 к правой лоу хих коматом бум 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 а должен вот так бум 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 должно быть то есть нога идёт сразу за правой рукой раз не так я дани с этим правой ногой сразу за за рукой чтобы рука отвлекает и нога вылетает как склеенные как будто между ними резинка Вот так бей, показываю, раз на мешке, два, бей, а опять разбивает. Я беру, когда он тут ударяет, и как в поединке, раз ему ногой лоукик бью туда, два, вроде в шутку, но правильное место, брошенная нога, расслабленная, это очень болезненно на самом деле. Там шутки, смех такой, и вдруг, когда он получил реального мандюля, ему реально было больно, у него вдруг перестает дрожать руки, перестают лишние движения, и он вдруг начинает правильно меня бить. То есть, ну, я же закрытый, второй подходит, стоит, и тоже такой же ветеран, тоже кореш, все там, это самое, стоит, и руки, вот, как вот перед собой такие, ну, не знаю, как я говорю, дрочат, качают перед ударом, такие делают, прицеливающие, как бы, вот, к себе, вперед-назад, вперед-назад, так вот, дергают руками, перед ударом. Я говорю, перестань руками дрочить, говорю, бей сразу, бей сразу, поднял отпечатки, бей, поднял отпечатки, бей, не слушает, бах, лоукик ему, бей сразу, бах, лоукик, бей сразу, бах, лоукик, как только три, как он, как я ему ударил, третий раз, что он уже не смог стоять на ноге, там, типа, ну, смех, все, шутки, все-таки, а, типа, получил, ля-ля-ля, и вдруг, как только боль реальная наступила, физическая, у него выключаются эти паразитные движения, и он начинает бить правильную связку. Я помню еще, когда на ипподроме в детстве наблюдал сцену, когда тренер говорит мальчишке, ниже пятку, ниже пятку, вниз, пятка вниз, пятка вниз, потом берет и кнутом, бах, ему по пятке, по пятке именно, попадает четко, это такой удар, как палкой получается, потому что бич бьет, может человека перерубить, то есть этот удар, это такая шляпа. Но у человека моментально все стоит на место, или каратист стоит, говорит, сюда бей по высоте на мешок, человек бьет, не попадает, ниже, ниже, он бьет, поставляет палку снизу, тренер, ну, тот, кто учит, сэмпай. И ученик бьет, и попадает в палку ногой, в следующий раз он бьет через палку, выше. Так и здесь, в рисовании, иногда жесткая критика, вот эти всякие ваши софткилы, это все хрень, которая, видимо, на самом деле, не задумана, она не прописана в инструкциях, но, видимо, как такое, знаете, отрыжка такая современная, от современного всего, вот этого глобального отупления народа. Глобального отупления. Как вот возвращаемся к тем, которые про лозу не могут ничего сказать, а только хи-хи-хи-хи. Почему? Потому что, чтобы его опровергнуть, слова, нужны знания, а знаний нет. И неуютно расставаться с мыслями, что, подожди, ну, я тоже знаю, что земля круглая, но я выбрал среднюю позицию. Я знаю, что земля круглая, но я не могу понимать, что происходит с этой рекой, и действительно, вот будут разобраться. А у них, у Мишка не хватает понять, что, может быть, что-то другое происходит. Когда нам говорит экскурсовод, что у Петра Первого на коне отломали полстатуи медной, она сама не вдумывается в то, что она говорит. И когда я говорю, подожди, тогда два варианта. Ты говоришь правду. У тебя правдивые сведения по тому факту, что статуи отламывали, полстатуи отламывали. Но тогда получается, что при Екатерине обладали другими технологиями. Получается, что было другое совершенно цивилизация, чем сейчас мы думаем. У людей была возможность сделать вот эту вещь, которую мы сейчас сделать не можем. Отломать полстатуи. И даже если ее отпилить, нам нужен огромный болгарка, не знаю, там, что-то это самое. Проще просто всю статую перелить и сделать заново. Так будет намного удобнее, чем отламывать. И что-то там снова припаивать сверху. Она пользуется и отвечает красивой фразой, типа, там, я не обязан знать эти процессы, я просто должна знать, что этот факт был. Факт был, я с тобой не спорю, но мы-то с тобой спорим о другом. Петр ли это первый? Были ли великаны в этом долбанном Питере? И был ли вообще этот Санкт-Петербург еще до Петра построен? То есть тогда получается, что вот этот факт доказывает совершенно другие вещи. Так и здесь. И если мы все будем хвалить художников, говорить, да у тебя все прекрасно, слушай, ну уже нормально. Да вполне возможно, она может выставить эту картину с акулой на вот этот вот аукцион, как я разбирал. Помните, по цифровым картинам, которые вот на биткоинах и самах продаются вот аукционы вот эти. Может быть, это принесет ей там, не знаю, она может наберет миллион долларов, и она скажет, да блин, вы что, дураки. Я рубанула денег, значит, я умею рисовать. Ну так нет. Ты не умеешь рисовать. Картина, говно. А то, что ты рубанула с этого денег, это другое совершенно дело. Когда мне пытаются доказать, что Пикассо, рисовавший там, не знаю, вот этих своих там клевоносых, страшных, с глазами на боку, просто так рисовал, и он что-то хотел выразить, не гундите мне ерунду. Это была чушь и хрень для покупателей. Люди это покупали. И когда харизматичные медьки сделали Копеекин, сделали свои картины, ну, конечно же, в парадигме правильного рисования это шляпа. Когда это в парадигме Стёба и прикола, это шикарные вещи. Но Стёб и прикол, а не художественное произведение. А мне говорят, подождите, мы художественным произведением считаем более широкое понимание. А, ну тогда подождите, мы говорим о понятиях, о том, что слово художник, это как бы тоже очень такой широкий смысл, коннотационный носит. И тогда, да, конечно, наверное, вот где-то и этого дебилоида можно назвать художником, и того дебилоида можно назвать художником. Не спорю. Ну, как бы, вообще-то по жизни, вообще-то это говно нарисовано. И Пикассо там, мне говорят, а вот Пикассо там у него, не только, не только у него вот эти, посмотрите, у него есть татуи. Ну, есть рисунки, ну и чем они выделяются на уровне художников, рисовавших, когда традиционное рисование в традиционном стиле. Вот, значит, чем это опережает Репина, там, не знаю, Серова, чем это круче? Ни хрена просто, что вот он это самое. А вот, чтобы стать Пикассо, он рисовал не вот эти свои традиционные вещи, он рисовал вот именно свои вот эти герники и прочие мозговзрывательные штуки. Вот они тогда его и сделали Пикассо-то, извините за олбанский язык, вот, но тогда его и продвинуло, поэтому вы, пожалуйста, мне не рассказывайте. Кстати, почему Клип Студия, все-таки продолжаю утверждать, это программа для художников. Я художник, я рисую, у меня есть персонажи, мне нужно, вот, было подвинуть эту женщину с рыбой, подвинуть вот в этот угол, но она у меня, по ходу рисунка, перекрывает камень. Камень находится под ней. Ай-яй-яй, что же делать? Я могу, значит, передвигать по слоям, долго двигать, искать, придумывать, а могу сделать так. Так, беру простой лассо, нажатой клавишей L, выбираю этого персонажа, выделяю все слои, основа, сверху пустой слой для покраски и два контура, вы помните, да? И потом просто беру вот так вот, смотрите, опаньки, то есть в фотошопе нам нужно было каждый слой по отдельности, по этому же месту резать, а здесь я могу обрезать все сразу, чересчур лишка взял, вот, могу теперь чуть-чуть сюда добавить места этой рыбки, например, расширить. Вот, вот она у меня добавилась. И теперь рыбеха лежит за камнем. А мог, еще раз я в одном из видео это показывал, а мог сделать другим путем. Например, взять вот эти камни у меня, вот они. Вот они у меня отдельным объектом, камни, контуры, вот их, эта самая подложка. Я беру, вот так вот, опять лассо, обвожу эти камни вот так. Они мне вообще, это сама. А, нет, у них, видите, вот все камни у меня, вот они сделаны одним этим самым заходом, да? Вот они у меня все эти камни представляют один объект. Я беру, обвожу вот эти, те, которые я хочу, те, которые мне нужны. Контур. Контур. Здесь у меня получается что? Основа, пустой слой и два контура. И еще раз напоминаю, это у меня целиком, обратите внимание, вот эти все камни. Теперь смотрите, что беру и делаю, просто чпок, их отрезаю. И они отрезаются всем вот этим своим кагалом, всей вот этой своей, ну, группой. У меня получилось эти два камня по отдельности, видите? И эти остались на месте, все остальные. То есть, и еще раз повторяю, это программа, иди, его мать, для художников. Вот эта группа, я ее беру, и могу поставить, ой, блин, далеко. Просто сверху, это рыбехи. И теперь я, выбирая, вот эту девушку с рыбой, я могу вот так вот двигать. Я мог и не обрезать, но я мне просто было принципиально показать. Вот так могу разместить. Вот она все, у нее нормально, легально она лежит. Камень с рыбой, то есть рыба лежит за камнем. То есть, вот почему я говорю, что действительно это программа для художников. Ну, дальше буду раскрашивать, потому что, как всегда, у нас заказчик хочет всего много, денег обычно. Как всегда, редактор укажет там. Мальчик с девочкой собирают ягоды. Чегосик с дядей Кузей смотрит из-за камня. Впереди два охотника пытаются поменять у рыбака на шкуры рыбу. И высказывал это, вот, женщина, значит, эту рыбу разделает. Два рыбака ловят рыбу. Вот это как прочитаешь, а все на это выделено прямоугольная иллюстрация вертикальная. Вот как мне сюда дело было разместить. Ну, я думаю, как бы в этом деле все-таки у меня получилось. Вот у меня рыбак. Вот они с ним разговаривают. Вот притащили эти шкуры, предлагают, значит, в обмен на рыбу. Вон, рыбаки на заднем фоне ловят рыбу, вытаскивают невод. Вот женщина чествует рыбу, вот дети собирают эти ягоды. И вот чегосик с дядей Кузей, вот они за камнем вдалеке притаились. Мне что надо? Мне надо вековой лес еще тут добавить стволы, раскрасить рыбу с бабой и рыбаков. И все, иллюстрация закончена. Ну, и чегосика с этим салом. И вот получилось вот такая, получится вот такая иллюстрация. Здесь нужно будет обрезать все эти кончики, конечно, аккуратненько. Ну, все, дорогие друзья. Вот, мне кажется, мой внутренний метроном срабатывает. И, по-моему, опять я протрещал целый час, как и всегда. Потому что у меня, получается, стримы два часа, а видосик я всегда за час, час с чем-то так вот четенько укладываюсь. Всем успехов, до встречи, пишите, ставьте колокольчики, лайки, ставьте оповещения, советуйте друзьям, рекомендуйте по-братски, от души. Буду очень благодарен вам за это. Все, всем всего доброго, до свидания.